В Хабаровске завершено расследование ДТП, которое произошло в декабре прошлого года, неподалеку от села Некрасовка. Невиновный участник аварии скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В столкновении погиб 63-летний сельчанин. Вместе с рабочим накануне новогодних праздников он ездил на металлобазу за кровельным стройматериалом. Попучик шофера чудом остался цел. Он успел вовремя поджать ноги. У сельчанина же, управлявшего Ниссаном Атлас, шансов выжить не было. Он оказался на острие удара. В микрогрузовик на полном ходу задней частью иномарки врезался встречный ленд-крузер Прада. Хозяин внедорожника, 54-летний житель Некрасовки, направлялся в город за внуками. На одном из поворотов мужчина, получивший водительское удостоверение в 1982 году, не справился с управлением. Иномарку развернуло и вынесло на полосу встречного движения. Водитель оправдывался. Испугался женщины, которая вышла из-за стоящей на обочине машины. Две машины прошли, я за ними ехал. Она взяла и вышла. Прямо вот сзади. Не спереди, а сзади. Я испугался. Руля чуть-чуть раз, и у меня развернулось. Пассажир Ниссана Атлас говорил, что на обочине действительно стояла какая-то иномарка. Но вот была ли на проезжей части ее хозяйка, он не помнил. Полицейским удалось разыскать женщину. Она рассказала, что по дороге в Хабаровск вылетела в Кювет. Кто-то из проезжавших мимо помог ей вернуть машину на обочину. Горожанка позвонила свекру и стала дожидаться его приезда. Около часа она просидела в автомобиле и не выходила из него. О том, что рассказ водителя Прада больше похож на попытку оправдаться, говорили и эксперты. Они пришли к выводу, что причиной аварии стала высокая скорость джипа. В ходе предварительного следствия было выяснено, что водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, а именно водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, находил состояние наркотического опьянения. Водитель Атласа скончался через 30 минут после столкновения от травматического шока, вызванного множественными переломами и повреждениями внутренних органов. Его оппонент в аварии не пострадал. Хозяин Тойоты вину признает частично. Он говорит, что не понимает, почему тест на наркотики дал положительный результат. Мужчине грозит до 7 лет колонии. С места происшествия Юлия Рябцева и Андрей Алферов.